Ежедневно в нашем городе проходит множество концертов, спектаклей, перфомансов, открываются выставки и многое другое. Как не заблудиться во всем этом и узнать много интересного? Как быть в курсе и одним из первых заглянуть за кулисы, оказавшись в гуще событий? Присоединяйтесь к Веренее Белоусовой, которая расскажет вам обо всем, что происходит в культурной жизни нашего города. В забеге на длинной дистанции могут принять участие не только спортсмены, но и музыканты. Так, в большое путешествие по городам России отправились духовые оркестры в рамках проекта «Марафон классической музыки» от компании «Уфанет» и продюсерского центра «Ян». Какие города встретились на пути музыкантам и как жители приняли у себя этот уникальный музыкальный праздник, вы узнаете в этом выпуске передачи «Камертон». По городам России с успехом прошел «Марафон классической музыки» проект от компании «Уфанет» и продюсерского центра «Ян». «Марафон классической музыки» — это яркое и грандиозное событие под открытым небом. Это музыка, танцы, творческие площадки, мастер-классы. Все это создает неповторимую атмосферу и возрождает парковую культуру, а также звучание духовых оркестров на открытом воздухе. Идея проекта зародилась в 2014 году. И в этом году в большое музыкальное путешествие отправились уже 8 духовых оркестров и около 250 музыкантов. Расширилась география проекта. В этом сезоне «Марафон» объединил 9 городов, среди которых Оренбург, Орск, Казань, Октябрьский, Нефтекамск, Стрельдамак, Ишимбай, Салават и Уфа. И первым городом, который принял у себя «Марафон» в этом году, стал Оренбург. Слоган нашего мероприятия «Мы создаем красоту и культуру вместе». Я думаю, что если бы таких мероприятий в городе было больше, наш город был бы чуточку счастливее, чуточку добрее. Потому что на сегодняшнем мероприятии нет ни одного человека с каким-то негативным настроем. У них у всех на лице улыбки, они все рады, потому что вокруг играет классическая музыка. С окружением музыки утончается твой слух, утончается твое восприятие, утончаются твои чувства, утончается твоя душа. Она расцветает, она становится лучше, поэтому музыка, вы понимаете, что это имеет большие пласты и глубины. Музыка вещь хорошая, она всегда народа сплачивала, всегда сближала, в любые времена, в тяготы, в лишения и прочее, всегда, особенно духовая музыка, она всегда поддерживала, будем так говорить. Вот этот марафон, это хорошо, это большой плюс, я им всегда говорю спасибо большое. Это же у нас в упадок пришла, духовая музыка, вот немножко возрождаем. Если это преподносится красиво, слушается, тогда и воспринимается музыка хорошо. Марафон классической музыки проходит в Оренбурге уже второй год, и горожане с удовольствием присоединяются к этому яркому культурному событию. Духовая музыка, она вдохновляет тебя, она тебя радует, она тебя заставляет танцевать, ну это просто очень приятно, и атмосфера очень радужная, добродушная, дружественная. Музыка для меня это в первую очередь атмосфера, мир сразу ярче становится, и хочется идти припевающе с музыкой. А когда она здесь в таком формате, то вообще просто ощущаешь какой-то постоянный праздник. В красивом месте собираются красивые люди, слушают музыку, танцуют. Это по-настоящему событие, и я рад, что я его часть. Город Оренбург и любой другой город, это в первую очередь люди, которые живут в этом городе, это мы с вами. И вот компания Уфанет, сотрудники компании Уфанет, это тоже жители этого города, и мы хотим, чтобы в нашем городе было как можно больше интересных событий, классных, вот таких, как сегодня марафон классической музыки. Оренбургу всего 274 года будет именно в этом году. Естественно, город молодой, и у нас есть эта уникальная возможность создавать Оренбург городом, в котором мы хотим жить, в городе своей мечты, где будут проходить те праздники, те вечеринки, тусовки, какие-то события, которые наполнять на этот город будут. В городском саду играет духовой оркестр. Следующим городом, принявшим эстафету музыкального марафона, стал Орск. Его жители впервые принимали у себя этот замечательный праздник музыки. ПЕСНЯ Праздник достаточно для нашего города необычный. В этом году мы проводим его в первый раз. У нас будут играть тоже два оркестра, да, замечательных городской оркестр Орска и городской оркестр города Оренбурга. Это, я думаю, люди, которые здесь пришли на этот праздник, ну, все в замечательном настроении. ПОБОЛЬШЕ ТАКИХ ПРАЗДНИКОВ ПОБОЛЬШЕ ТАКИХ ПРАЗДНИКОВ ПОБОЛЬШЕ ТАКИХ ПРАЗДНИКОВ ПОБОЛЬШЕ ТАКИХ ПРАЗДНИКОВ Мне понравилось. Атмосфера очень приятная. Честно, в Орске очень мало таких мероприятий, праздников, которые рассказывают о нашем городе, и людей приучают прекрасно, потому что люди соскучились уже поэтому. ПОБОЛЬШЕ ТАКИХ ПРАЗДНИКОВ Мне посчастливилось побывать на марафоне классической музыки в городе Орске. Было очень необычно, потому что мы, ну, в больших городах, где марафон классической музыки уже происходил в предыдущие годы, наверное, привыкли к такому формату праздника. Для жителей города Орска это было, конечно же, в новинку. Стояла среди толпы, сознательно не выходила, общалась с людьми, что-то им подсказывала, рассказывала. Люди раскрепощались, то есть это было видно по их движениям, они пританцовывали, прищелкивали. Особо хотелось бы отметить работу духовых оркестров, которые в Орске показали высший класс. Орский оркестр я сама видела впервые, он мне очень сильно понравился, потому что в городе, на самом деле, есть замечательный опыт выступления духового оркестра под открытым небом. Каждую неделю горожане собираются в центральном парке города, как это было в старые добрые времена. У этого города, как у одного из немногих, есть замечательный опыт того, что действительно они такие вечера уже давным-давно проводят и не собираются останавливаться в своих таких маленьких и больших культурных открытиях. Помимо концертной программы, также на праздники работали различные творческие площадки. Выступали поэты, рисовали художники, проходили мастер-классы по танцам, работали фотозоны. Особой популярностью пользовалась аллея из старых фотографий, демонстрирующих, как выглядел город Орск 60-80 лет назад. Кстати, эту аллею из ретро-фотографии компания Уфанет преподнесла в подарок администрации города, чтобы показывать на других городских праздниках. Ну, вы знаете, очень даже неожиданно праздник, очень уютно, потому что мы посмотрели фотографии вот этого нашего старого города. Для нас тоже мы все это знаем, видели. А молодежь, конечно, на этом пускай учится, что надо традиции, что надо город свой любить, в общем, развивать и все такое прочее. Музыка Яркой, эмоциональной точкой всего праздника, конечно же, был финал. Оркестры объединили свои замечательные творческие усилия. В небо взбился просто фонтан холодного огня, это было очень красиво. Были восторженные аплодисменты. В общем, толпа ликовала. И мы, как организаторы, ликовали вместе с ней, ликовали со всей нашей замечательной командой от компании Уфанет, которая в Ворске первый раз это делала, но, мне кажется, сделала это на все 100%. КОНЕЦ Далее марафон классической музыки отправился в Казань. Этот город также впервые принимал у себя духовые оркестры под открытым небом. КОНЕЦ Казань Казань очень культурный город. Казань очень старый город, красивый город. И я уверена, что пойдет в традицию и укрепится проект марафон классической музыки так же в Казани, как и в Оренбурге, в Орске, в Республике Башкортостан. На сегодняшний день уже в Башкортостане, во многих городах марафон классической музыки идет в течение месяца. Вообще, изначально цели и задачи марафона классической музыки – это приобщение к культуре, общество через классическую музыку, возрождение парковой культуры, пропаганда больше духовых оркестров. Хочется, чтобы наше молодое поколение, оно выросло с пониманием, что такое живой звук, что такое классическая музыка, что такое вообще красота в культуре, в искусстве, вообще красота в этой жизни. Ежегодно мы, проводя марафон классической музыки в каждом городе, мы оцениваем события, обязательно оцениваем. И от зрителей мы слышим всегда благодарность, очень радостные лица всегда приходят, уходят от наших мероприятий. Поэтому я думаю, что марафон классической музыки свои цели и задачи выполняет. Восторг, удовольствие. Нам не очень нравится здесь. Очень радует, что и народ отзывается своей душой. Впечатления очень замечательные у нас. Таких праздников давно не было. И очень радует, что у нас сейчас вот такие праздники организуются. Возрождается вот эта культура наша. Мы первый раз видим в нашем парке такое мероприятие. Вот, мы так что проводим вместе с семьей. Здесь свой вечер в субботний. Хорошо, что такое начинают делать. Желательно, чтобы прям вот каждый год обязательно будем ходить. Поддерживаем, чтобы обязательно возродили вот эти вот праздники, чтобы обязательно играл оркестр, когда старые добрые времена. Спасибо вам большое за такой праздник. За организацию этого праздника. КОНЕЦ КОНЕЦ Проехав несколько сотен километров в пути, музыканты марафона классической музыки прибыли на территорию Республики Башкортостан. И первыми их встретили жители города Октябрьского. В этом году формат немножечко поменялся. И он проходит в виде так называемого баттла. Октябрьский духовой оркестр и Уфимский духовой оркестр играют вместе одну композицию. То есть синхронно, классно, громко. Это новшество в этом году. Оно дает более такой эффект объединения городов. Эффект более масштабности, можно сказать. Вообще возрождение культуры классической музыки в городе очень тепло и приятно воспринялось жителями. Потому что до этого такие мероприятия не проводились. И особенно взрослое население, оно очень тепло приняло это. Молодежь также очень тепло принимает, потому что, скажем, она, слыша музыку своих родителей, бабушек, дедушек. Именно в живом исполнении это очень сильно трогает за душу. Потому что, я еще раз повторюсь, что в городе таких мероприятий еще не было. Эмоции яркие. Пришел с семьей, с сыном, с сестрой, с любимой женой. Ну, все очень круто, эмоции переполняют. Очень приятно слушать живой звук. Это правильно, это должно быть поддерживаться, должно внедряться. В основном, естественно, все слушают более современную музыку. Но такое для разнообразия тоже очень нужно слушать. Здесь все возраста, абсолютно. Молодые, дети, взрослые. Это для всех. Организаторам огромное спасибо, правда. Музыка тебе понравилась? Да. А ты громко хлопал? Да. Покажи, как ты громко хлопал. Все, молодец. Следующим городом. На пути марафона классической музыки стал Нефтекамск. Его жители уже не первый год принимают у себя духовые оркестры и с нетерпением ожидают новой встречи под открытым небом. Музыка. 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 а второй – с города Октябрьского. И это очень круто. На этом по-настоящему празднике города жители могут прийти, отдохнуть, увидеть для себя новые коллективы, посмотреть классные площадки, отдохнуть не только телом, но и душой. Действительно, сегодня праздник. Можно даже сказать, мы сегодня дали старт новому сезону. Сегодня горожане получили массу удовольствия, показав себя на различных площадках. А сейчас мы прекрасную музыку с вами слышим, с прекрасным исполнением двух наших гостей. Поэтому, я думаю, замечательный вечер, старт, да, следующий праздник – День города. Всех сегодня с праздником. Я думаю, марафон классической музыки – это новая наша традиция, которая уже находит отклики в душах наших горожан. Нам очень понравилось. Очень здорово. Нам классно. Очень здорово, что в нашем городе проводят такие мероприятия, когда люди нашего города могут бесплатно насладиться классической музыкой. Очень здорово. Нам все нравится. Здорово. Приятный вечер. Спасибо организаторам. Большой фанат. Очень здорово. Здорово, здорово. Молодцы. Вживую слушать оркестр – это вообще здорово. Мы в прошлом году в это время не были в городе, о чем сожалели. Но в этом году, слава богу, мы этот вечер застали. Ну и песни такие наши, как моего детства, это молодость. Это очень-очень интересно, потому что лето уходит, и такой праздник. Нам у фанат сделал. Спасибо ему. Марафон классической музыки – это масштабный проект. И в следующем выпуске передачи «Камертон» мы расскажем вам о других городах, где с успехом выступили духовые оркестры под открытым небом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова